Я ползу Я ползу тебя за брюки Чтоб под ним залезть повыше И услышать, и услышать, как ты дышишь Чтоб обнять тебя за шею Нежно, нежно, как умею Всю любовь вложить в объятья Мы ж с тобой, мы ж с тобой, земные братья Получается, что в комнате у себя я обнаружил ползающего по полу клеща Сразу же я забил тревогу Думаю, это как так В комнате обнаружился клещ Чего доброго ночи так присосется, а утром уже будет кровенапившийся И я сразу начал все обследовать Вышел и пристально Каждую комнату посмотрел Потом выдвинулся на крыльцо И вот с крыльца уже пошел по брусчатке Как мы видим Это уже третий за время моего осмотра с камерой До этого было еще десятков пять-шесть, если не больше В течение уже, наверное, минут сорока я хожу Вот так вот и собираю их Собираю трофеи Получается, что клеща возможно принести рабочий Когда выгружали мебель Стулья, шкафы Клещ, видимо, просто полз По брусчатке Они ножками своими туда-сюда ходили И кто-то подцепил одного клеща Вот я давлю его Шурупчиком Для этого я использовал консервную банку Но каково же было мое удивление Когда я обнаружил клещи В довольно труднодоступных местах Сейчас я расскажу вам, что это за места Вот здесь Если присмотреться Есть такие небольшие выемки В этом материале Он покрыт Таким образом Что есть шероховатости С небольшими выемками И вот в этих выемках Попадаются Вроде бы не он Но как можно увидеть По этому экземпляру Он сидел как раз в этой выемке И вот таких небольших маленьких ниш Просто неимоверное количество По всему периметру Вот этой надстройки Еще интересная Компания была Здесь сидела их Если-то штука сразу Вредочек вот так вот сидели По этому битому Толе И готовились видимо к ночи Зимовке А вот здесь В этом месте Наверное как раз таки пол часа потом И больше назад Стояло солнышко И вот на этой линии Где было солнце Сидели вот так вот несколько штук Выпочив свои лапки И грелись на солнышке Видимо хотели кого-то подцепить Скорее всего удалось только рабочих Один подцепил Который принесся в комнату Еще одного я видел на крыльце Прям на пороге возле двери Еще двоих снялся собаки Которая приблудилась к нам сегодня Мы ее водичкой покормили Колбаской побаловали Вот видите колесик Достали с гнездышка его Начинаем давить Он сразу лапки свои раскрывает О! Как-то кажется вроде какой-то Камушек черный А если присмотреться То у этого камушки черного есть лапки И хелицеры Которыми он впивается Обычно вот в эти места Там где проходит место резинки На трусах Джинсах, штанах, брюках Они очень любят это место Я несколько раз во время походов Обнаруживал его Именно в этой Практически интимной зоне Такое небольшое вступительное видео Я сделал На сегодняшний вечер Вечер нашего переезда в этот дом Хозяева прошлые нам ни слова О клещах не обмолвились Насколько я знаю Есть ребята В интернете Которые Опробовали на клещах Различные Ядовитые для них Средства Если не ошибаюсь Был какой-то альфа-перметрин Вот возможно его и нам придется купить Вырвать вот эту всю растительность Возле крыльца Полностью под корень И изничтожить всю траву Не просто покосить А полностью с корнем Вырвать И затем уже Прыскать Этим фунгицидом Или как его называть правильно От клещей Там конечно и муравьи И всякие букашки помрут Но придется вот так капитально Все протравить Тут у нас Довольно заросшее место Возле дома Придется все зачищать Я бы тут не знаю Все на палом выше Потому что Клеща у меня Особое предвзятое отношение Я их не люблю Как путешественник Странник Потому что они Цепляются в самый неприятный Ненужный момент Когда ты не ожидаешь Идешь вроде бы по тропе На этой тропе Пара травинок Которые могут Тебе по ноге пройтись И обязательно на этой травинке Будет сидеть клещ Который тебе Зацепится за ногу И подползет уже На поясе присосется Также Я что обнаруживал Не стоит сидеть Возле маленьких Всяких елочек Кедров Возле разных Мелких Хвойных растений Потому что клещи Почему-то Это лично мной Замечено Любят как раз таки Восседать На этих иголках На небольшом расстоянии Над землей И если ты Возле этой хвои Пройдешь То на тебя клещ С огромнейшей вероятностью Нацепится Потому что С хвоей ему Соскользнуть Труда не составляет Совершенно Никакого Что еще интересно Обычно клещи не сидят На высоте более полутора метров Вот здесь Примерно в этом месте Я бы обнаружил Высота здесь уже метра Под два Может метр девяносто Или чуть ниже То есть клещ По идее Как я понимаю Высоту чувствует Но почему-то лезет Выше своего Максимума Возможно это Связано с тем Что он искал место для ночлега Поэтому заполз так высоко В общем я немножко в шоке Завтра Или утром Или в обед Или уже лучше наверное Под вечер Когда клещи активизируются И начнут Рыскать в поисках убежища Я сделаю Второе Контрольное видео И в этом видео Я поведаю Что стало С клещиками Какая муха смелая Ты гляньте Сидит и не шелохнется Это на одной веточке Я собрал только что Вырванная Маленькая травинка Она лежала Уже поникшая На бетоне На заливке фундамента И вот на нее наползло Несколько клещей Вот мы увидим Самого крупного Первый Тут сидят еще два Тоже крупные Вот четвертый И самое что удивительное Здесь есть пятый клещ Он очень маленький Видите Вот он Такого мелкого клеща Я еще не видел ни разу Это видимо Недавно вылупившийся детеныш Посмотрите какая тварь мелкая Невооруженным глазом Такое даже не заметишь Вот так вот Время Жил на свете добрый жук Старый общий друг Никогда он не ворчал Не кричал Не пищал Крупко крыльями Брещал Строго ссоры запрещал Встаньте в круг Встаньте в круг Встаньте в круг Ты мой друг И я твой друг Старый верный друг Полюбили мы жука Старика добряка Итак Это следующий день Вчера вечером Уничтожив С добрых семь Десятков Этих тварей Сегодня утром Я вышел на Проверку Возле цветов Обнаружил двух забившихся клещей И еще двух Обнаружил вот На этом углу Один там еще Внутри сидит Вот он Бездюн А второй уже выполз Учис на всех этих тварей Мы уничтожаем То есть С утра сегодня Еще плюс четыре В копилочку идет Вот как он забурелся то Не вытащишь Маклого И еще больше Улучшает Учис 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 С Учис 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 С С Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok